Доброе утро! На телеканале просвещение Рассвет. Программа о важном и полезном. Программа для всех и каждого. Программа о нас с вами. И мы сразу же представляем нашего гостя. Сегодня в Рассветной студии Ярослав Старухин, консультант по антикризисному управлению. По крайней мере, именно так Ярослав сказал представить его. А уж чем на самом деле занимается Ярослав, мы как раз и узнаем сегодня. Доброе утро! Доброе утро! Доброе! Ярослав, правда ли, что вы связаны с прорывными и, как вы нам по секрету сказали, фантазийными научными технологиями? Что это такое за фантазийные научные технологии? Это те технологии, о которых нам доводилось, наверное, читать в детстве в фантастических книгах или видеть в каких-то фантастических кинофильмах. Это путешествия в космосе, это планета Земля, единая туристическая зона. Люди не воюют, и вокруг только все улыбаются. Это по-прежнему фантазия? Ну, в сегодняшнем мире, к сожалению, это пока да. А как наука может поспособствовать тому, чтобы, значит, все улыбались и жили в мире? Фантазия стала реальностью. Большое спасибо, что задали этот вопрос. Это как раз одна из моих тем, моей работы. Влияние научно-технического прогресса на развитие цивилизации в целом. Задача науки создать средства производства для того, чтобы создать средства потребления. Средства потребления – это то, чем мы пользуемся. Это наша одежда, ручки, аппаратура, духи, косметика, пластическая медицина. В том числе, как бы, тоже это результаты научной деятельности. То есть это касается каждого абсолютно во всех областях жизнедеятельности. А вот чем вы конкретно занимаетесь? В последние годы я сконцентрировал свое внимание на новой научной парадигме. То есть моя задача, в принципе, мое движение вперед – это зафиксировать сознание мировой общественности, преимущественно авторское патентное право Российской Федерации, российской науки, на новую научную парадигму. То есть в истории человечества происходило несколько революций, научных, интеллектуальных революций. То есть когда общество узнало, то есть когда была чума, и люди не знали, от чего она. Вот выявилось, что это переносчики, там какие-то микробы. И вот родилось одно направление. Потом появились паровые машины, пошла индустриализация в Англии. Потом узнали, что такое атом, и появились генерирующие мощности, связанные с делением урана. Но человечество движется вперед, и мы стоим на пороге познания материи вглубь до субатомных частиц. Вы, наверное, слышали, есть такой адронный коллайд. Да, безусловно. Вот. Большая проблематика, я думаю, это тема отдельной передачи, не утренняя. Но они изучают как раз субатомные частицы, то, из чего и состоит все вокруг, то, из чего состоим в том числе и мы. Наверное, я вас немножко удивлю. Удивите. Мы с вами состоим практически из пустоты и состоим из электромагнитных колебаний. А вода? Да, 90 или 80 процентов. Любая абсолютно материя состоит из молекул, из атомов. Атомы состоят из электронов, нейтронов, протонов, те, в свою очередь, из кварков, бозонов, еще что-то. Расстояние там какие? Мы слышали, что есть атом. Он состоит из ядра и электронов. Вот кольцо у вас на пальце, это ядро атома, а московская кольцевая автодорога, это орбита электрона. То есть, если посмотреть внутрь материи, выяснится, что фактически мы пустота. Это как-то печально. В этом мы просто можем проследить глубокие какие-то знания, которые заложены в тех или иных философских доктринах, когда, восточные, например, да, когда говорится, что необходимо созерцать пустоту. То есть, вот. Взгляд, направленный внутрь себя, тогда вглубь себя, получается тоже? Да, да, конечно. И вот находить, как это связано и как эта пустота проявляется во внешнем мире, и как этот внешний мир влияет на нас, и вот это все добогащает, это очень сложно. Знаете ли вы, что самыми древними расческами, которыми пользовались жители Земли, можно считать рыбьи скелеты? Один из самых древних гребней был найден при раскопках на территории Древнего Рима. Он был сделан из широкой кости животного с ручкой и его семью вручную вырезанными зубчиками. Впоследствии расчески делались также из дерева, коралла, слоновой кости, черепашьего панциря. Этот материал для гребни использовался вплоть до середины 19 века. В 1869 году два брата Исаия Джона Хайт изобрели целлилоид, что полностью изменило производство расчесок. Насколько российская наука поспевает за таким движением прогресса и науки в целом, и российские изобретатели? В начале нашей дискуссии я сказал, что открытие происходит на стыке наук. И Советский Союз, я так понимаю, развалили по одной из причин, что у нас была одна из уникальнейших школ образования и уникальнейшая научная школа. Открытие происходит на стыке наук, на стыке, когда люди могут заниматься разными вещами. Наука, как правило, финансировалась и финансируется, продолжает финансироваться за счет поддержки, заказа военно-промышленного комплекса. Это фундаментальная особенно наука. Это то, на что не уделяют внимания, и, к сожалению, многие радиоведущие позволяют себе смеяться над людьми, которые занимаются фундаментальной наукой. Говорят о том, а где выхлоп, где результат. Вы изучаете что-то там такое, а оно даст когда-то. Но именно фундаментальные исследования и позволяют потом создать нечто новое. А фундаментальные исследования, вот субатомные частицы. На сегодняшний день у человечества нет приборов, позволяющих фиксировать и оперировать с этими субатомными частицами. И получается очень сложно доказать инвесторам, доказать тем или иным ведомствам, которые должны финансировать, что это существует и как. Потому что нет доказательной базы. Есть как бы косвенные вещи. Либо есть какие-то рабочие образцы, но никто не берется взять на себя ответственность, это представить в высшей инстанции. То есть вы хотите сказать, что сегодня все нацелены на быстрый ощутимый результат. И если его нет в ближайшем будущем, то перспективы инвесторы не видят, соответственно не вкладывают деньги, соответственно наука не развивается и тормозится. Ответственно вам заявляю, я этим занимаюсь последние как минимум 5 лет. Так, хорошо. Выход из этой ситуации. Кто должен искать, найдется ли он и что делать? Я постоянно мониторю и общаюсь с огромным количеством ученым и наблюдаю, что происходит на телевидении, как высказываются ученые. Вывод один. Только политическая воля президента. Ни один бизнесмен никогда в жизни не будет вкладываться в прорывные технологии. Объясню почему. Потому что прорывные технологии это в первую очередь автономная энергетика. То есть это новые генерирующие мощности, развитие технологий Тесла. Это холодно-ядерный синтез, который во всем мире считается бредом сивой кобылы. Тем не менее это работает, работает засекреченно. И когда бизнесменам ты показываешь вот эти технологии, они говорят, во-первых, мы хотим жить. Во-вторых, это прерогатива государства. Мы не готовы за личные деньги поднимать государство. Поскольку государство это не поднимает, соответственно, нет социального заказа. И мы как коммерсанты просто будем уничтожены. Ну как коммерсанты, как объект коммерции имеется в виду. Поэтому фундаментальное. Но Медведев, когда говорит о программе 20-20, он говорит о том, что общество инертно. Общество не интересуется. А общество не интересуется, потому что, к сожалению, очень мало ведущих, которые задаются вопросом. А что же такое фундаментальные прорывные технологии? Как быстро они могут прийти в нашу жизнь? Все идет по верхам. По верхушечкам. На чем можно быстро заработать денег? Но это как бы ближняя перспектива. А нужно думать о дальней перспективе. Всем доброе утро. Мы начинаем занятие по стрейчингу. Растянем наши мышцы. Приготовим к дальнейшему, к работе, к нашему дню. Итак, руки раскроем чуть шире. Ноги на ширине тазовых костей. Чуть шире поставим. Руки наверх поднимаются. Вдох. Опускаем на выдох руки вниз. Круг плечами лопатки сведем. Плечо опустим в грудную клетку. Поднимем наверх. Корпус держим прямо. И голову опускаем направо. Стараемся противоположное плечо потянуть вниз. Ухо тянем к правому плечу. На вдох правая рука через сторону. Поднимаем на висок. Опускается. И выдох. Прижимая, расслабляем мышцы рук. За счет собственного веса опускаем голову еще внизу. Плавно опускается рука вниз. На вдох голову поднимаем. Колени чуть согнутые, мягкие. И на выдох опускаем на другую сторону. Лопатки стараемся сводить. Плечики вниз, особенно противоположно. Рука через сторону левая на висок. Опускаем. Расслабляем мышцы рук. За счет собственной тяжести опускаем голову вниз. Четыре, три, два, опускаем руку. На вдох голову поднимаем. Сохраняем прямой позвоночник. Голову опускаем вниз. Подобородок прижимаем к грудной клетке. Мышцы шеи расслабляем, плечи опускаем ниже. Грудная клетка чуть наверх. Купок прижат к позвоночнику, но не напряжен. Руки через стороны. В замок опускаем на затылок. Локти сводим вместе. И расслабляем опять мышцы рук. Расслабляем плечевой пояс. Опускаемся все ниже, но при этом сохраняем. Прямую спину, таз немного подаем вперед. Четыре, три, два. Плавно опускаем руки вниз. Голова остается расслабленная. На вдох голову поднимаем выше и вверх. И руки поднимаем еще выше. Руки вытянули в замок наверху. Колени сгибаем, таз подаем вперед. Округляем спину. Круглой спиной уходим назад, голову прячем вниз. Плечи стараемся опустить. На вдох руки раскрываем шире в стороны. Пальцы разворачиваем назад большие. Плечи стараемся опустить. Таз подбираем немного вперед. И раскрываем мышцы грудной клетки. Растягиваем мышцы груди. Дальше правая рука сгибается в локте ладонь. Опускаем между лопаток. Левой рукой за локоть. Спину держим ровно. Затылком немного. Руку толкаем назад. И наклоняемся. Все наоборот. Влево. Наклон. Тянемся. Четыре. Три. Два. Возвращаемся обратно. Выдох. Хороший вдох. Все меняем. Левая рука. Правая за локоть. Спину выпрямили. Вдох. И выдох. Опускаемся. Пауза. Вдох. И выдох возвращаем. Руки раскрываем широко. За спиной в замок. Хорошо. Колени чуть согнуты. Локти выпрямляем. За спиной лопатки сводим. Грудную клетку подаем вперед. Дальше таз уводим назад. Колени выпрямляем. Сохраняем прямое положение спины. Наклоняемся вперед. Растягиваем всю заднюю поверхность бедра. Плечи. Стараемся наклониться параллельно полу. Макушкой тянемся вперед. Плечи стараемся опустить. Держимся еще. Четыре. Три. Два. Один. И плавно руки опускаем ниже. Ниже в пол. Округляем спину. Руками тянемся до пола. Потянулись еще чуть ниже. Расслабили мышцы спины. Голова. Все внизу. Три. Два колена сгибаем. И круглой спиной поднимаемся вверх. Круглой спиной. Плечами. Плечи опускаем. Руки через стороны. Еще раз наверх. Вдох. Вытянули. На выдох. Все сбросим вниз. Два колена сгибаем. Расслабим спину. Отлично. Беремся за носки двумя руками. Стараемся колени выпрямить. Потянуться ниже. Продолжаем себя держать за носки. Руки растягиваем. Спину растягиваем. Тянемся ниже к ногам. Пять. Шесть. Семь. Два колена сгибаем. Круглой спиной корпус. Плавно поднимаем вверх. Руки через стороны поднимаем. Вдох. Вытянулись высоко. Замок. Чуть прогнулись назад. Таз немного вперед. И выдох. Все сбросили вниз. Расслабили корпус. Поднимаемся вверх. Всем большое спасибо. Похлопаем. Себе отдыхаем. Вот можете какие-то еще конкретные научные разработки, которые хорошо было бы ввести, но они пока по определенным причинам остаются исключительно в научных кругах? Чтобы понять. Ну что называется за кадром. Да, вот. Не то, что даже за кадром. Это новая медицина. Биорезонансная медицина. Я сейчас не лоббирую одну клинику. Это целое направление. Это целые плеяды ученых, которые работают по всей стране. Биорезонансная медицина. Которая воздействует на организм низкоинтенсивными лазерами. То есть ни укола, ни таблетки, ничего. Рассматривается организм как единый комплекс. Что в голове у нас есть центральный процессор, а биологически активные точки это некие волноводы. И все органы, каким-то образом все это заведено. У каждого органа своя чистота. Защемлены нервы, там еще что. Вот тут лазерами и фитопрепаратами. Лечится детский церебральный паралич. Лечится трофические язвы. Лечится психосоматика. То есть психосоматические заболевания лечатся с результативностью 99%. Гарантированно. В случае, если пациент выполняет рекомендации доктора. То есть это уже были исследования научные, эксперименты ставили? Вы сейчас свалите со стула. Эта методика уже 10 лет как зарегистрирована и сертифицирована. Это просто должностное преступление людей из Минздрава, которые не хотят это внедрять. А они хотят внедрять по одной простой причине. Потому что это обнуляет весь фармацевтический бизнес. Это становится невыгодно. Скажите, вам зачем это все надо? Почему вы с такой боли в глазах, в голосе, вот говорите об этом? Ну, мне так кажется. Надеюсь, что это искренне, это не игра. Вот зачем вам это надо? Несколько моментов. Во-первых, нужно, предугадывая посыл наших зрителей, конечно сказать, что в первую очередь я эгоист. И я ленивый. Любой человек ленивый. И в принципе наука и прогресс, это только потому, что человек хочет облегчить себе что-то. Эгоизм мой заключается в том, что я счастливый человек и не хочу терять это ощущение. Почему я счастливый человек? У меня живы родители еще. Я понимаю, что все сегодня живут в состоянии неминуемости биологических процессов и ухода биологических объектов из жизни. Но то, что я провел эксперимент, я отличил своих родителей, свою сестру, через меня прошло 50 людей, лично только, которые вылечились, это гарантированное продление жизни, возможно, всем гражданам страны и вообще планеты, минимум на 30%. Минимум. А есть разработки, позволяющие гораздо дольше. Это как бы раз. Второе. Автономная энергетика позволяет следующий шаг создать. Это перемещение в пространстве, используя новые принципы перемещения в пространстве, это новые транспортные летающие средства. Я хочу путешествовать. Что же это за транспортные летающие средства? Расскажите нам, вы же не летающие ли тарелки? По форме это может выглядеть как угодно. Это как воздушные шары. Мы сначала видели воздушные шары, что они круглые, по причине того, что материалы были твердо сшивать, поэтому делали самую обтекаемую форму. А сейчас мы видим, что воздушные шары могут быть в форме бутылки, паровоза, дома, еще что-то. Будущие транспортные средства, они могут быть абсолютно любой формы и любого размера. Это может быть конструкция летающей стул, например, либо это может быть ваш летающий дом. Я поэтому этим и занимаюсь, пытаясь раскрыть глаза нашим согражданам. И в принципе это на всю планету как бы мое движение, что те человеческие жертвы, которые мы сейчас можем наблюдать, их можно было бы элементарно абсолютно избежать, если бы не нефтяное лобби, которое заинтересовано в том, чтобы добывать нефть и продавать нам топливо. То есть это вот такой вот путь развития, который выбрало человечество, потому что сто лет тому назад технологии Николы Тесла, то есть Максвелл, Фараде, электромагнетизм. Сегодня, к сожалению, всеобщество находится в состоянии обманутых, потому что наука говорит о том, что наши достижения неоспоримы. Мы запустили уже спутники, черт знает куда. При этом, к сожалению, наука не может ответить, что такое электричество, что такое магнетизм, что такое гравитация. Наука не может, академическая наука не может. Соответственно, мы остановились в своем развитии. Мы запустили космический корабль давным-давно и до сих пор стоим на месте. Мы до сих пор выводим корабли в космос, используя реактивную тягу. Мы примитивны в своем развитии. Знаете ли вы, что о гигиене полости рта заботились еще за 3000 лет до Рождества Христова древние египтяне? В их саргофагах были найдены прообразы зубных щеток, сделанные из веточек деревьев с распушенными концами. Но изобретателем современных щеток считается китайский император, соорудивший первую щетку в 1498 году. Щетина китайских зубных щеток была сделана из волос с загривка сибирского дикого кабана, а ручки были либо из дерева, либо из кости животного. Ярослав, вот можно мы проведем с вами такой короткий эксперимент? Вот у меня есть ряд научных таких терминов, которые кажутся пока нереальными. А вы скажете, реально или нет, да? Вот смотрите, вечный двигатель. Реально? Это неверный термин, и он как раз и вводит в заблуждение. И когда журналисты или кто-то пытаются подать, это аллегория вечный двигатель. Ничего вечного не бывает. Имеется в виду энергетический насос по переносу энергии. То есть это будет более корректно. Но в принципе это возможно. Не вечный двигатель. С точки зрения жизни человека, что планета Земля существует сколько-то миллиардов лет, а Вселенная существует миллиарды, миллиарды, миллиардов световых лет, а кто-то говорит, что и бесконечно, и вечно, то с этой позиции мы можем условно-журналистски назвать это вечным двигателем. Хотя стараюсь как бы отходить от этого термина энергетический насос. Просто когда с детьми общаешься, проще как бы говорить, ну типа откуда энергия, из ниоткуда. Рассказывать им про электромагнитные поля, согласно которым наша Земля вращается на свое... Ну как бы все вокруг существует. Очень сложно, поэтому создается... Так, все, энергетический насос. Выяснили, энергетический насос. Запомнили. Телепортация. А телепортацию, опять же, придумал не я. Смотрим в Швейцарии эксперименты по телепортации электрона. То есть еще недавно телепортация считалась некой фантастикой. Мы смотрели «Гости из будущего», телепортирование как бы. Были теоретические работы, как это возможно может существовать. И последние данные в Швейцарии, швейцарские ученые сумели телепортировать электрон. Каким образом? Ну это уже тоже тема отдельной передачи. А там где электрон, там дальше уже и человек. Ну вот реально? Да, безусловно. Это перспектива не первого столетия. Хотя, в принципе, если всем миром навалиться, это возможно. Весь человек раскладывается на субатомарные... То есть сканируется каждый атом, каждый электрон. И по некому частотному каналу эта информация передается в ту или иную точку. Так, дальше идем. Левитация. Левитация. Поясните, что вы понимаете. Могу ли я левитировать? Нет, я левитировать не умею. Ну а теоретически летать? Людей, которые левитируют, я не видел. Но над этим работает Иванов Юрий Николаевич. Ритмодинамика. То есть гравитация – это сдвиг частот. Да, сдвиг частот. И если мы научимся управлять частотными характеристиками того вещества, из которого мы состоим, атомарными какими-то структурами, то теоретически мы можем достигнуть эффекта антигравитации. Вот. Дальше. Бессмертие. Бессмертие. Такие разработки тоже есть. Последние исследования израильских ученых выявили, что женщина в момент первого цикла беременности у нее выделяется гормон, который выключает старость. Старость. Расценивается, что старость – это включается по программе. И как бы ребенок не развивался бы, если был бы гормон старения. Поэтому, чтобы он мог развиваться во внутриутробном состоянии, на определенное время эта программа выключается. И сейчас идет ряд подготовительных экспериментов, приглашаются. Точнее, мы ищем людей, кого фундаментально это может заинтересовать. Сначала это на мышах проверить, но перспективу – да. Я вам скажу, извини, Екатерина, у тебя закончились? Нет, конечно, у меня миллион. Я скажу. У нас в студии был Артем Тарасов. Известный человек в Советском Союзе, слышавший первым официальным миллионером. Нынче он занимается изобретениями. И он, будучи в этом кресле, нас известил о том, что он участвует в эксперименте по омоложению, скажем так, по отодвиганию старости на неопределенный срок. И что он уже вколол себе эту сыворотку. И вскоре он предстанет перед нами в этой же студии. Лет через пять мы договорились встретиться совсем молодым. Моложе, чем мы с Екатериной, например. А вы говорите, мы сейчас привлекаем. А опыты уже ведутся. Вот у нас был реальный человек, который принимает участие в этом эксперименте. И тоже на мышах, и тоже и вытяжка из растений, и агава, и еще какие-то инфузори и туфельки участвуют. Я же вам об этом и сказал. То есть это все то же самое? Конечно. Медицина, о которой я говорил, через которую прошли мои родители. Вот воздействие лазерами. Вы знаете, стволовые клетки сейчас есть тема. Что стволовые клетки извлекают от человека, потом растят и потом вкалывают. Это преступление. Потому что эффективность данной терапии не более 20-30%. Огромное количество случаев, когда ведет к рецидивам. Вот в случае воздействия лазерами внутри человека вырабатываются собственные стволовые клетки. Включаются функции саморегуляции, организм знает, куда их направить. Вот в чем прорыв. На руках вся доказательная база. Я не исключаю, что мы впереди планеты всей. Я не исключаю, что мы впереди планеты всей. В доказательном плане. Хорошо. Екатерина, скажи, пожалуйста, ты бы хотела жить вечно? Я не знаю, что-то я сомневаюсь. Вот часто сомневаюсь. Нет. Вам будет предоставлена услуга уснуть и разбудить, когда вы захотите. Но это глупо. Мы нарушаем естественный ход вещей, естественный ход природы. Здесь я говорю о том, что пусть об этом подумают те, кто будет иметь возможность принять эту капсулу или нет. Это вопрос философов. Моя задача в максимально короткие сроки предоставить людям возможность для выживания, комфортного выживания и возможности радоваться этой жизни. Растить детей. Это огромный перечень технологий, которые вы сводите, нужно это или не нужно. Подождите, я с вами поспорю. Кто решает, нужно это или не нужно? Что это? Ну, все, что вы говорите. А человечество решает, человек решает. Человек очень неоднозначное существо. Со своими отрицательными какими-то помыслами тоже. И по большей части. Мы все всегда боремся со своими плохими качествами. Пытаемся культивировать хорошие. Да, там, давайте любить друг друга, с добром относиться. Там, возлюбить ближнего своего. Вы говорите, и вот пусть человечество решает. Да никогда человечество не сделает правильный выбор. Вот нужно или нет. Президент говорит о цифровой России и необходимости образования граждан страны. Российская здесь разработка, где на 5-рублевой монете может находиться терабайт памяти. Терабайт это очень много. Соотношение в компьютере жесткий диск терабайт, а оперативной памяти может быть 4 гигабайта. Вот разработка отечественных ученых такова, что весь терабайт может быть оперативной памятью. Более того, есть передача данных, позволяющая, чтобы в каждом селе, у каждого ребенка был спутниковый интернет, высокоскоростной. Это образование. Нужно это или не нужно? Безусловно. Любое достижение чревато последствиями. Возьмите ядерную технологию. Давайте обсуждать открыто. То, о чем я и говорю, что все работы и по омоложению, и по технологиям, это выложено в широкий доступ интернета на публичное, широкое общественное обсуждение. И пусть собираются экспертные сообщества, дискутируют. И тот интернет-марафон «Вперед, Россия!», который мы проводим, как раз и призван для того, чтобы приходили эксперты и фантазировали, как мы будем жить, как мы будем коммуницировать в случае, если эти технологии пришли. Нужны ли они? Отвечает ли это гуманистическим задачам? Но найдется ли та группа людей, которая предусмотрит отрицательное воздействие того или иного изобретения? Вы понимаете, о чем я говорю? Вот есть ли те люди, которые предскажут, что в итоге это повернется вот таким образом? Да, создали компьютеры, да, создали сети. И кто-то создал еще вирусы, понимаете? И точно так. Это я какой-то просто элементарный пример сделала. И все равно найдется тот, кто повернет хорошее, якобы хорошее изобретение в совершенно ужасную сторону для того же человечества. Ученые говорят, что никакой технический прогресс не пойдет вперед, если у нас не будет духовного роста, духовного и интеллектуального роста. Тогда мы вернулись к истокам. Конечно, да. А что поделать? Но тем не менее, землетрясение в Японии произошло. И несмотря на то, что Япония одна из самых высокотехнологических государств и наций, люди не имеют электричества, не могут себе согреть еду. Мы беззащитны перед природной стихией. А я говорю о том, что мы можем предоставить и защитить. Значит, необходимо человеку предоставить тепловой контур. Мы находимся на планете, она очень с разным климатом, не очень гостеприимна. Значит, тепловой контур, безопасность, образование, питание. Я отвечаю за эти вопросы. А вот как это глобально, давайте все садиться и обсуждать. Для этого и есть телевидение. И как раз повышение коммуникации между людьми позволяет надеяться на то, что все-таки мы не убьем друг друга, а пойдем магистральным путем развития к счастью. Смело товарищей в ногу. Ну, образно говоря, да. Хорошо. Говорят, что человек очень часто путает чувство голода с жаждой. Его, мол, тянет есть, когда на деле он хочет пить. Может быть, но вряд ли летом. А еще жаль, при всем разнообразии выбора, наш исконный напиток мы едим, а не пьем. Доброе утро, дорогие друзья. Я, боюсь, вы не про то сейчас подумали. Я о квасе. И об этом легком летнем восклицании. Окрошка. Ты сегодня с чем? С квасом. И с радостью. Радостью от возможных вариантов. Кто-то уже давно поменял квас на сыворотку, минералку, воду с уксусом и даже кефир. Однако именно квасной патриотизм в окрушковом деле навсегда останется основным. Хотя с исторической точки зрения и здесь есть над чем задуматься. Да, в летописях слово квас встречается аж с 988 года. Но наиболее достоверной версией специалисты считают следующую. Квас пришел на Русь из Великого княжества литовского. И само слово в польском языке означает кислоту. Кстати, в старых словарях так и описывается. Есть квас ржаной, хлебный русский и сладкий сахарный польский. Первый подходящий для готовок, второй просто для утоления жажды. Однако у Брагауза и Эфрона можно найти и квас баварский из ячменного солода, пшеничной муки и патоки. А посему, кто знает, может быть и там корни популярной жидкой составляющей наших окрошек. Так или иначе, а кто-то еще и египтян вспоминает, классика жанра очаровательно проста. Вода, буханка черствого ржаного хлеба, дрожжи, сахар, теплое место. Вот вам и квас. Отважитесь на такие действия? Могу только позавидовать, а также намекнуть. Сейчас квасная модная мысль пребывает в самом что-то на есть расцвете. Вспомнились яблочный квас, грушевый, хреновый, раздолье. Ну а что до окрошек, могу предупредить. Квас плюс что-то рыбное не самая изящная тема. Овощные отвары, в частности, свекольный, более подходящий. Однако из правил есть и аккуратные исключения. Одно из них перед вами. Окрошка с крабовыми палочками. Измельчить отварные яйца, крабовые палочки, зелень и огурец. Добавить мясо к рилям, посолить, поперчить, посахарить по вкусу. Залить квасом, подавать со сметаной или майонезом. Чего только люди не считают и не подсчитывают. Оказывается, россияне в среднем за год съедают 30 миллиардов порций супа. Из них 90% это домашняя еда, а в летнее время 73% из порционно указанных это окрошка. Надеюсь, и наш сегодняшний рецепт разнообразит ваше летнее меню. Ну а что до кваса? Читайте. Чем меньше перечень ингредиентов на упаковке и меньше срок хранения, тем интереснее. Удачных вам окрошек. На сегодня все. С вами была Жанна Соловьева. До свидания. Мне очень интересно, что сегодня вы принесли в студию. Что же да, это такое? Это демонстрационные образцы, показывающие, каким образом нужно приходиться серьезным людям, которые ученые, которые профессора, академики, каким образом им нужно привлекать внимание людей, которые могут вложиться в разработку. То есть это такой наглядный показательный, да? Да. Но вот мы находимся в этой студии, здесь тепло, горят прожектора благодаря одному из ученых Николы Тесла. И Николы Тесла, ведь он был, он гастролировал по всему миру, и он встречался со Сталином, он встречался с Геббельсом. Он со многими главами государств встречался, но он не стеснялся и наоборот стремился выступать перед огромным количеством людей. И в принципе он выступал как клоун, как шут, потому что он же это все знал, но он пытался удивить сознание людей, потрясти, чтобы они этим заинтересовали. С шоуменом своего же изобретения. Да, да. Но это было, казалось бы, когда, когда люди были дикие. Но сегодня-то мы умные, профессор МГУ, создает сложнейшие аппаратные комплексы, работает в области военной психологии, создана и разработана российская операционная система, работаем над боевыми роботизированными комплексами. И вот на отвале серьезных вещей рождаются технологии цифровой микрофон. Вот мы сидим, у нас здесь микрофон. И считается, что это цифровой микрофон. На самом деле это ложь. Это не цифровой микрофон, это псевдо-цифровой микрофон. Потому что там есть мембрана, и эта мембрана ловит звуковую волну. И от звуковой волны она оставляет всего лишь 30%, а то и меньше. Для чего это нужно? Распознавание голоса. Нам уже приходят системы, когда нужно будет управлять, уже управлять автомобилем с голоса, а когда мы полетим, то тем более уже руками щупать некогда. Нужны высокоэффективные системы распознавания голоса. Это миллиарднейший бизнес. И была создана система. Что это такое? Когда слышали противоракетная оборона, фазированные решетки. Слышали про такое, да? Вот это как бы для блондинок такой прообраз, что есть одна антенна, есть другая антенна. Здесь возникает определенная волна. Она активна. Именно ее мы воспринимаем датчиками. А когда человек за камерой говорит, его голос, звуковая волна, попадает в эту иллюзорную волну. Вот это и есть настоящий цифровой микрофон. Не вот этот микрофон, это мембранный микрофон. А вот это стопроцентный цифровой микрофон. Но выходя в Думу, мы выступали в Думе, говорили, что очень сложно как бы рассказывать. Кто хочет послушать о цифровом микрофоне? Никто не хочет. А когда ты выходишь, а когда ты выходишь... Там нельзя что-то, да? Я вывалился из кадра. Я говорю, Владимир Вольфович, не желаете подискутировать о будущем в России? Владимир Вольфович явно пожелает. Вот сто процентов. Вот, и сразу возникает, как бы, что это такое? Ну, наглядный пример, что называется. Да, это вот наглядный пример. Но это же эпатаж. Понимаете, это сознательно ты идешь на то, что на тебя навесят шильдик сумасшедшего. И вы сознательно идете на этот шаг. Ради науки. Да, поскольку, да, одно из увлечений у меня и психологии, и пиар-менеджер, да, я сознательно иду на то, что... Это эгоизм. Это эгоизм, как мы услышали, вы сами признались. Это эгоизм, но я раскрою свои карты, чтобы быть абсолютно откровенным, потому что я последние годы стараюсь не врать абсолютно. Получается? Да, да. То есть даже в мелочах, вот просто в каких-то вот крупиночках тоже. Есть минус. У меня нет друзей. Потому что я всегда говорю правду. Если человек что-то нехорошее сделал, неприятное сделал, я высказываюсь. Я считаю, что лучше я буду один, но в моем окружении не будет этих людей. Знаете ли вы, что Исак Ньютон в детстве был очень болезненным и отставал от сверстников? Однажды в ветреный день дети затеяли состязание по прыжкам в длину. Заметив, что прыгать лучше по ветру, Исак обскакал всех соперников. Позже он говорил, что считал эти прыжки своими первыми научными экспериментами. Скажите мне, пожалуйста, вот вы в детстве росли обычным ребенком. Я о том, что сейчас очень многих детей называют дети Индиго. То есть вы не были ребенком Индиго? Я дитя любви. У вас же утренний передач. Можно я вам прочитаю стихотворение? Да, конечно. А сначала небольшая история. Есть минута? Да. Я просто брал интервью у господина Петрика. Он говорит, что он психолог. И сначала надо подготовить. У меня родители поженились, когда у каждого за плечами был уже опыт по первому браку и по первому ребенку. И познакомились они в Гаграх. Отец офицер, на Гагарина похоже, а мать красавица. Он был в Питере, а она в Москве. И полгода они ездили друг к другу туда-сюда, туда-сюда. Притирались, наверное, знакомились. А телефонная связь была никакая. Тогда мобильных не было. И, может быть, кошка у них пробежала, еще что-то. И чтобы вы поняли, какое я дитя. Я не Индиго. Я дитя любви. А вот насколько дитя любви. Хорошо, слушай, слушай. И понимая, что за сердце женщины надо бороться, но как? Ведь Советский Союз только в литературной какой-то форме. То есть, как это вот сказать? А как сказать? И вот отец родил стихотворение, которое я читаю всем девушкам. Я читаю в студии это. Когда влюбляюсь, читаю. Вообще показываю как пример. Стихотворение называется «Приезжай». Приезжай, мы все с тобой обсудим. Приезжай, мне прошлого не жаль. Приезжай, мы тут же позабудем все обиды. Только приезжай, не ищи предлога или причины. Просто так садись и в дальний путь. Я ведь стал уже большим мужчиной. Дам тебе с дороги отдохнуть. А потом пойдем с тобой в осень с золотыми листьями в саду. Приезжай, здесь даже воздух просит, чтобы ты приехала. Я жду. Красиво, да, да, красиво. Почему я занимаюсь этими технологиями? Я сказал, что я счастливый человек. Почему я счастливый человек? Потому что я сейчас редко бываю у родителей навещаю, потому что много работаю. Но каждый день, когда я вижу своих родителей, когда они выходят из комнаты, еще что-то, каждый день отец смотрит в глаза. Матери говорит, я тебя люблю. Ты моя дорогая, ты моя любимая. Ну, вот все, что как бы положено. И я вырос в этой атмосфере. И я не понимаю, как можно по-другому. Это проблема общества сегодняшняя, что люди живут, не любят себя, живут с нелюбимыми людьми. Но это огромная тема психотерапии для общества. Я не понимаю, как это. Почему я этим занимаюсь? Потому что у меня есть возможность накормить, напоить. И мне это ничего не будет стоить. Это система безопасности, национальной безопасности. Накормить надо своих соседей, и не будет у тебя врагов. Внутри общества надо всех накормить, и не будет внутри проблем. Мы же ходим на выставки, еще что-то. Мы общаемся, разговариваем, дискутируем. Ученые даже ругаются там. Нет. Но это не переходит на физический план. Покричали, покричали. Ну, как у политиков. Там Жириновский ругается с кем-то. А потом в кулуарах они пьют чайку, там все нормально. И вот так же и мы должны в обществе существовать. У каждого может быть свои активные позиции, свое мировоззрение. Кто-то верит в этого, а кто-то в этого. Но это не повод конфликтовать. Мы конфликтуем только потому, что мы вынуждены бороться за энергетические ресурсы. Если время от времени вы клюете носом во время рабочего дня, вам пригодится изобретение из Токио. Приборчик под названием «Мозговая сирена». Для приведения себя в активное состояние необходимо укусить тонкий кончик вибрирующей палочки. Вибрации передаются мозгу, и вы безболезненно просыпаетесь. Но ведь вы же не альтруист? Что значит альтруист? Ну, если вы эгоист. Вопрос меры. Я очень много беседую с духовными деятелями, с духовными лидерами разных региональных конфессий. И я себя приучаю, что вопрос меры. У нас один желудок, у нас у каждого один желудок. С собой никто еще ничего не забрал. Поэтому я не понимаю тех людей, которые балдеют от количества нулей на банковском счете. Ну, наверное, это больные люди. Но это отдельный уже вопрос. А если в другую сторону посмотреть? То есть есть те, которые им вообще ничего не нужно. Они ходят боссами и тоже, в общем-то, они тоже... И они счастливы. Да, и никаких научных достижений, абсолютно ничего не надо. Это выбор каждого. Это выбор каждого. Главное, чтобы они не были угрозой для общества. Если он хочет быть боссым, если он хочет быть ближе к природе. Я, например, посещал мероприятие «Пустые холмы». Чтобы попасть на Open Air, нужно пройти 5 километров вот так вот в грязи. И наманикюренные девушки тащат детей, там еще что-то. И они получают кайф от единения с природой. Я не знаю, вы когда погружались, ходили ли вы в поход или нет. У меня вот родилась идея, не идея, а версия такая, почему общество сегодня настолько стало какое-то дикое. Что мы живем в городах, и вырастают дети, которые никогда не видели звезд. Они не смотрят на звездное небо. Они не задаются вопросом, а как там, что, почему. Когда ты попадаешь на природу, ты просыпаешься в палатке, ты высовываешь нос из палатки, ты либо видишь снег, либо траву. Ты идешь к ручью, ты нагибаешься, ты чистишь зубы, ты прикасаешься к этому чему-то. К сожалению, сейчас огромное количество людей, которые никогда в жизни... Ну, я провожу вопросы среди девушек. Вы готовы поехать в поход, пойти в поход? Да, конечно. Даже поехать? Нет, к сожалению. Но! Мы с Николей нахтоким нет. А на зимнюю рыбалку? Они говорят, нет. Я говорю, слушай, подожди, а если у тебя будут умты и теплые, на попке электроподогрев, здесь вот капюшончик такой, креслицы, и ты такая вот, приборчик, где там рыбка, и ты рыбку вылавливаешь и обратно отпускаешь. Мы же вегетарианцы, типа. А, говорят, с удовольствием. Знаете ли вы, что производство бумаги – сложный процесс, состоящий из семи или восьми различных технологических операций. А если вторично переработать тонну бумаги, можно сэкономить 17 взрослых деревьев, 26 тысяч литров воды, 3 кубометра плодоносной земли, 240 литров горючего, 4000 киловатт-часов электричества. Только этой электроэнергии достаточно, чтобы в течение года питать среднюю семью. А не возникало ли у вас мысли, что при развитии науки произойдет еще больше отрыв от природы, и дети и не захотят вообще смотреть на звезды, когда можно смотреть там какие-то супер, да, трехмерные изображения? Очень интересный вопрос, большое спасибо. Я позволю себе раскрыть свою фантазию, потому что я это представлял. Я же антикризисный менеджер. Если у нас есть летающие дома, то в этом летающем доме вопрос одиночества, конечно, будет решен, потому что система коммуникации позволяет нам понять, кто перед нами, какие интересы жизненные, и мы будем друг с другом. Не потому что мы сходимся в пару для облегчения своих коммунальных нужд или существования в обществе. А еще и телепортация будет. Да-да-да, и левитация. Это отдельно. Значит, ученые говорят, что мы при нашей жизни можем запечатлеть цивилизационный шаг вперед, ну, как минимум на 500 лет. Планета Земля – это огромная туристическая зона, это огромный зоопарк. И мы путешествуем на летающем объекте, и наша комната, она... Вот у вас вот эти штендеры, да? А это видеопанели. И мы видим каждую травинку. Мы можем приблизить муравьишку, приблизить океаны, там еще что-то. Наоборот, мы будем больше этого видеть. Изобретатель, которому, по всей видимости, приходилось слишком часто менять детские пеленки, нашел управу на маленьких вертлявых чудовищ. Это блокиратор, который фиксирует младенца на пеленальном столике. Живот прижимает массивная дуга, а ноги сковываются липучками. А чтобы знать, когда именно ребенка нужно пеленать, можно воспользоваться датчиком влажности для подгузников. Мне очень хочется узнать, что вы когда едете в автомобиле, я правильно понимаю, вы включаете и эта кружка, и вы пьете горячий чай или кофе? Хотел бы вам показать... Да, пожалуйста. Немножко только. Что в этой конструкции используется? Здесь очень тонкая пластина, в которой реализован эффект Пельтье и эффект Заимана, как говорит мой друг из Одессы, господин Кондрашов. Для чего это было создано? На заре космоса, когда космический аппарат уходит в тень, там очень холодно, там минус 150 градусов. А когда выходит наоборот зону освещения Солнца, то аппарат нагревается там выше 100 градусов. И внутри находится очень... Как оно правильно называется? Очень трепетное электронное оборудование, и нужен очень строгий температурный режим. А космос это дорогая стоящая штука, и нужно, чтобы устройство было маленькое, компактное, но эффективное. И вот был создан элемент, он тонкий, 2 метра толщиной, там разница сплавов. И подавая напряжение, с одной стороны возникает тепло, а с другой холод. Некий такой тепловой как бы насос. Вот это было в космосе. Для стабилизации температурного режима в космических аппаратах. Так. Вот прошло 50 лет. 50 лет. То есть, почему я этим занимаюсь? Говорю, что мы лидируем, но мы отстаем. Почему от Запада мы отстаем? Что пока у нас в головах созреет, проходит 50 лет. За это время нас уже успеют украсть, внедрить, и уже устареет. Выдать за свое. И это пример того, как устарело, и в принципе люди в попытке коммерциализировать разработку военно-промышленного компаса, когда-то уже стало это не секретно, создали продукт. Но как его еще можно более доосовершенствовать? Чем неудобна эта конструкция? Точнее сначала, чем она удобна, и чем неудобна. Если есть в машине ребенок, возьму через ребенка, мы же социальный проект, утренний, мы должны о детях как бы говорить. Все верно. Вот, ребенку необходимо подать питание, например, детское. А у нас оно в сумке остыло. Как нагреть? Вот сюда погрузили, и включили тумблер в прикуриватель, и оно нагрелось. Либо летом, когда ребенок капризничает, а все вокруг горячее, нужно охладить. Включили тумблер в обратное положение, и охладили. Но есть минус у этого дела, поскольку производитель выпускает огромное количество банок. Банки могут быть большие, толстые, мягкие, или еще что-то. Призадумались. Призадумались, да. На самом деле, в принципе, все элементарно. Это дело распиливается напополам, и делается эластичная лента. Таким образом, любую абсолютно конструкцию мы сможем обхватывать, зафиксировать. Более того, это будет гораздо удобнее, потому что она может быть по высоте как бы больше. Но если мы... И не нужно крепить, это можно положить. То есть, где угодно, это может конструктивно быть удобно. А это твердотельный, твердотельный чип. И у него скорость загрузки, скорость обмена данными, надо же образовывать наших зрителей, менее 10 наносекунд. Посмотрите в интернете, менее 10 наносекунд. То есть, вы нажали кнопку, даже еще моргнуть не успели, потому что скорость моргания, а она уже все работает. При этом, если пропадет напряжение, это не стирается. И объем рынка годовой 50 миллиардов долларов в год. жесткой памяти винчестеров как бы. Но есть один нюанс. Есть один нюанс. Для того, чтобы начать выпускать такие микрочипы, нужно построить завод. Стоимость завода порядка 2-3 миллиардов. Вот и все. Когда придумываешь что-то сам, высок шанс ничего не придумать. Но когда живешь чужим умом, уж точно ничего не придумаешь. Никогда не делай то, что делают другие. Это на 100% обрекает на неудачу. Андрей Буткер Ярослав, я поняла, что очень много изобретений, очень много осталось и останется у нас сегодня за кадром. Но уверяю вас, что это не последняя наша встреча. Мне очень интересно с вами продолжить беседу. Уверена, Екатерине тоже. Безусловно. Ей еще хочется, там большой список вы должны подтвердить или опровергнуться. Научных, да, экспериментов. И в завершении нашей беседы позвольте традиционный глиц-опрос, Екатерина. Я уже подготовилась. Чай или кофе? Чай. Кофе, провокатор курения. Ага. Белое или черное? Белое. Активный отдых или пляжный? Активный. Брюнетки или блондинки? Интеллект. Ого. Так. Мясо или рыба? Рыба. Лето или зима? У природы нет плохой погоды, есть люди не по погоде одетые. У меня есть вопрос. Любимая сказка? Шахерезада. Вот там. Мне пришло в голову. Ну что ж, хорошо. Но первое интуитивное надо ловить, я перерасал шахерезаду. Что пришло, то сказал. Ну что ж, хорошо, остановимся на этом. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Уверена, что у вас за пазухой и в кустах, и рояль, и все остальное тоже есть. Рояль, это как-то, мне кажется, не столь фантастично, наверняка более, что-то более невероятное припрятанное помимо рояля. Есть ли у меня 15 секунд? 15 секунд, да. Мне хотелось бы довести до вашего сведения, что у нас есть огромный кадровый резерв в лице ученых, пенсионеров, которые системно не учтены обществом. Мы теряем, и я хотел бы, чтобы наша утренняя передача все-таки закончилась осознанием того, что рядом с нами гении, которых, к сожалению, мы недооцениваем. Поддерживайте, пожалуйста, дорогие друзья, ученые. Это те, кому мы должны в ноги поклониться. Только благодаря им, в принципе, мы и имеем то, что мы имеем вокруг, и Россию в том числе. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Больше сдавать нечего. Цените по достоинству отечественную науку, или, может быть, сами становитесь изобретателем. В любом случае, мы за активную жизненную позицию. Правда, Ирина? Абсолютно согласна. Тем более, что наш сегодняшний гость нас яростно в этом убедил. Ну что ж, а завтра будет новый день, новые темы и новые герои. Встретимся, как обычно, на рассвете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова